так друзья у меня тут пришла посылка я пришел чтобы пересадить свои перчики дело в том что вот появились уже настоящие листья но нужно пересадить потому что они вот могут дойти до такой кондиции когда вот листочки как-то начали под видать в общем как-то непонятно выглядит растение нужно или подсыпать как вот сюда или пересадить в больший стаканчик вот сейчас этим займусь а здесь у меня в посылке в общем пришло это я буду сажать уже свои томаты это торфяные таблетки я говорил что у нас продают я взял 36 штук я думаю что мне достаточно будет для моих томатов когда буду сажать рассаду это еще при том что я буду смешивать грунт вместе с кварцевым песком чтобы в общем сразу этот кремний попадал в растениях ну и конечно если там говорят на 20 30 40 50 70 процентов повышу повысится урожай это как раз я к этому стремлюсь к высоким урожаем ну а пока в общем я насыплю червям немножко корма и вот смотрите уже червяки пытаются смыться здесь один сидит и где-то здесь тоже один сидел а вот это те которые вылупились так что мелкие они могут попытаться короче улизнуть но и вот пока они расползли смотрите дендробена они как раз были под этим под картоном а мелкие которые вылупились они попытались смыться сейчас я дам им корм насыплю хотя здесь хватает всякого разного органического вещества но и корма тоже и посмотрю как выглядит там яйца но коконы в каком они состоянии еще одно друзья посылка в общем я скоро завалюсь этими картоном который мне приходит я пока еще ничего не не утилизировал открыл и сразу на меня пахнуло приятный запах травы здесь семена большой пакет в общем когда если я покупаю семена в пакетах самый большой кажется который я видел ну подешевле я именно именно подешевле небольшой а вот подешевле то все они стоят примерно около 8 евро или за полтора килограмма или может быть максимально 2 килограмма в общем что я имел ввиду я сам не понял чего я сказал но вот параметры те в общем что входит состав этой травы чему она соответствует она соответствует игровой траве вот по стандартам должны присутствовать вот такие вот травы ну вот что за травы меня особо не интересует меня радует то что я купил 10 килограмм по дешевой цене так ну и конечно пришла вот такая вот упаковочка это у нас микроэлементы филатной форме так вот в чем сыр бор дело в том что я слышал там одного знаменитого ученого который говорил что ну якобы если ферментировать всякие разные растительные остатки то микроэлементов а если мы допустим говорим только о микроэлементов вот как здесь да ну как продаются в его значит составе намного больше чем вот в такой упаковке да и вот что я хочу вам показать сколько всего этого хватает на всегда у нас на гектар вот смотрите у нас для интенсивной обработки нужно около но это внесение в почву это 400 грамм до 500 грамм на гектар что под покрывает практически полностью потребность растений в этих микроэлементов но таких обработок проводить допустим 3-4 если же проводить допустим опрыскивание это вот во второй у нас до идет то хватит 1 килограмма также допустим на гектар один раз что я хочу сказать вот этой вот концентрация она даже не самая допустим сильная концентрация достаточно для того чтобы обработать целый гектар чтобы получить приблизительно то же самое используя вытяжку из зеленых растений то вам нужно вместе с корнями собрать практически все с этого гектара да и поставить настаиваться с гектара снимается около несколько тонн зеленая масса если использовать еще и корешки и не отчуждать никакие плоды то это получится огромная-огромная куча до воды не хватит чтобы это все как бы замачивать и чтобы она настаивалась поэтому тот сказочник который сказал что в растениях намного больше содержится да и показал там небольшую небольшое ведро с томящимися там всякими разными очистками но это конечно сильно сказано потому что любое удобрение она намного сильнее и намного концентрирование чем можно допустим получить из тонны какой-то зеленая масса допустим друзья чтобы не быть голословным вот допустим у нас есть такое удобрение это у нас медь 24 процента приблизительно 350 грамм на литр довольно таки высокая концентрация чтобы опрыскать растения свои то вам нужно допустим для всех культур от 0 25 до 1 литра разбавив все это в 200 или 400 литров при этом вы получаете или 005 процентный раствор или 0,2 до процентный раствор представляете здесь у нас 10 литров если мне не изменяет память нет 5 литров это просто огромнейшая концентрация которая вот у нас находится здесь в этом веществе это медь другое вещество это у нас железо 7 процентов в этом одном килограмме если мы посмотрим также для всех допустим культур но вот для винограда да то для винограда нам здесь нужно приблизительно полтора-два килограмма на гектар минимальное количество воды 600 литров да это просто огромнейшая сумма огромнейшая концентрация допустим если развести и все побрызгать на на целый гектар то ну всем составом то можем просто-напросто все пожечь однопроцентный раствор поэтому я еще раз повторяю что есть конечно сказочники которые будут рассказывать что они там где-то чего-то намного-много больше если мы возьмем тот же самый харнштов это мочевина то там у нас если мне не изменит память кажется 46 процентов а молекулярного азота это самая большая концентрированная азотное удобрение и для того чтобы вам допустим опрыскать растения по листу как виде подкормки то вам нужно от 30 до 60 грамм зависимости от как как реагируют растения да на такие подкормки чтобы не пожечь листья потому что 60 грамм это предельная концентрация на 10 литров воды чтобы точно такой же получить вам просто нужно пипец сколько травы заквасить и получить точно так же концентрацию поэтому конечно вам решать кто как говорится более точен в своих выводах кто сказочник кто как говорится правду говорит а и и и и и